В разгаре летняя осенняя страда. В хозяйстве Агростиль полным ходом идет уборка лука. По всей республике ранний сорт и в основном халцедон реализуют по 2 рубля за килограмм. Иногда цена спускается до полутора рублей. Большую роль сыграло своевременное открытие Сельхозбанка и возможность взять технический российский кредит. А в этом году государство преподнесло нам подарок, создало Сельхозбанк и кредиты для нас. Теперь гораздо дешевле, чем были раньше. Почти в два раза. То есть это очень большой стимул и благодаря этому не только лук, но и картофель будет в этом году довольно дешевый. Я думаю 2,5-3 рубля. Это очень низкая цена. Ну и она будет весь летний период и осенний, а в зиме повысится однозначно. Это тоже закон. Ну и население очень довольное. Но в принципе Приднестровье становится грандиозной луковой державой. Приднестровье столько просто не съест. Поэтому мы обязаны экспортировать Молдову на Украину. С Молдовой полегче. Потому что есть механизм определенный, все-таки выработанный после блокадных лет. А с Украиной очень трудно, потому что таможенные поборы там настолько велики, что делает экспорт бессмысленно. Ну и есть всякие серые схемы, так сказать, полупрозрачные. И потихонечку лук просачивается. Виолетта уже четвертый год выращивает лук на полях Агростиля. За это время сумели полностью отказаться от живой рабочей силы. Хотя ранее считалось, что сорняки в луке победить невозможно. Полностью прошевки, прополки у нас практически не проводятся. У нас химическая защита в основном присутствует. Это также сказывается на себестоимость продукции. Но все химические обработки и удобрения в рамках соблюдения регламентов применения пестицидов проводятся. Так что наша продукция можно считать чистой, экологически чистой. Ежедневно три комбайна загружают камазы 10-тонники с золотистыми крепкими луковицами халцидона. Из поля увозят на реализацию и в Тираспольское овощехранилище более 300 тонн урожая этой рентабельной и хорошо хранящейся культуры. Кстати, на мебельной фабрике в Парканах для этой цели подготовлены все новые однотонники. Лука 10 тысяч тонн, а картофеля 7. На поле стоит острый запах серы и фитонцидов. А значит риск простудиться на уборке лука минимален, поскольку эта культура обладает бактерицидными свойствами. Уборка идет на луковом поле, там пахнет сашлыками. Даже хоть мяса нет, но на поле пахнет сашлыками благодаря луку. Четко соблюдая правила сева оборота, луком ежегодно засеваются новые гектары после зернобобовых, поскольку горох и ячмень обогащают почву азотом и являются наилучшими предшественниками для лука. В прошлом году в Агростиле луком были засажены 180 гектаров, в нынешнем 265. Планы на 2012-й расширять площади в связи с отличными урожаями – более 40 тонн с гектара. Планируем 300 гектар посеять. Нам это под силу нашему хозяйству, у нас есть и техника для этого, и площади, и севоборот мы соблюдаем. Это нам по плечу. Светлана Хремых, Олег Рулин, Днестр ТВ